Пленарное заседание открыл глава Перми Игорь Сапко. По его мнению, бюджет должен быть сбалансированным и социально ориентированным. Сейчас не время рисковать, считают в гордуме. Открытая дыра. Бюджет дефицитный и непонятно откуда берутся деньги. Категорически против, потому что жить надо по деньгам. Мы каждый имеем свой бюджет дома и никогда не пойдем на авантюру и будем брать кредит или еще где-то занимать деньги. Только тогда, когда будем понимать, за счет чего мы эти деньги отдадим. Расходы в 2015 году составят более 23 миллиардов рублей и будут равны доходам. В 2016 году доходы вырастут до 23,5 миллиардов рублей и в 2017 году до 24 с лишним миллиардов. В целом окончательный главный финансовый документ Перми будет утвержден в декабре. К этому же времени мэр города Игорь Сапко предложил разработать механизм ежемесячного контроля исполнения бюджета 2015 года. Помимо главного финансового документа депутаты обсудили и насущные проблемы Перми. В частности, ситуацию с городским транспортом. Было принято решение заключать договоры с новым перевозчиком сроком на три месяца без конкурса. В случае, когда предыдущий перевозчик, ненадлежащий, выполняет условия контракта. Чтобы у нас не прекращалось движение по маршруту, потому что в этом случае страдают люди, дано право администрации заключать договоры без проведения конкурсов, изучая об этом Пермскую городскую думу. Также была утверждена новая единая маршрутная сеть для городского транспорта. По сути, это уже существующая схема, но с некоторыми корректировками. Убрали дублирующие маршруты, в первую очередь, но и те маршруты, которые пользуются популярностью у населения, которые под литерой Т. Ну и еще самый главный момент – это, естественно, приоритет электротраспорта в виде трамвая. Документ единой маршрутной сети, хоть и утвержденно, имеет гибкую структуру, заявил Денисов. Поэтому в течение следующего года будет возможность его подкорректировать и усовершенствовать. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.